Добрый вечер. У эфира программа для тех, кто интересуется о стане экономики своего региона. У что-то дневной программе экономическая доведка, актуальная информация по разных темах. Глядите в выпуске. Когда завершается прием заяв на приватизацию жилья, и что делать, когда вы не согласны с его оценочным коштами? Доведаемся у специалистам. С процентов по банковских укладах треба буде платить подоходный податок, об яких депозитах и договорка расскажет экономист. И снова проанализуем цены на садовину, мясо и городнину у краме и на рынку. А зараз до подробностей. Громадянам, которые не приватизовали квартиры, мясо и выконкам с 1 червяня пропонуют заключить договор наймом. До этого часа еще застается опошный шанс подать заяву на приватизацию. В отворотном парадке жилье природе у разряд коммерцина и что месячная треба будет платить за его аренду. На сегодняшний день порядка 8% неприватизированного жилья. Те граждане, которые ранее проживали в служебном жилье, и которые впоследствии было переведено в коммерческое, и которые имели право на 31 марта 2014 года, право на приватизацию этих жилых помещений, то за ними это право сохранилось. И они также могут до 1 июля 2016 года приватизировать такое жилье. Доведаться, у чьим под парадкованием находится жилье, можно у той организации, на рахунок, какой вы оплачиваете коммунальные послуги. Заявы разглядеть у месячный термин. Что до суммы приватизации, то и она залежит так само от стану жилья и его местознаходжения. Те квартиры, которые находятся в центре, в том числе не в центре, а вот даже 17 микрон, они попадают к коэффициенту 1,3, то есть оценочная стоимость квартиры произведена. Дальше потребительские качества, все рассчитывается. И коэффициент качества жилой среды, то есть поскольку считается это центр, автоматически добавляется 30% только за то, что квартира расположена, скажем, в этом центральном районе или железнодорожном, находится близко к центру. Вот вам 30%. Если квартира 300 миллионов оценили, то есть 90 миллионов ты еще добавляешь за то, что вот качество, коэффициент жилой среды, то есть где ты находишься, где твоя квартира находится, она крайне одна цена в центре, другая. Выплаты ж за приватизацию квартиры могут быть различены на 40 годов, але 10% от агольной суммы треба будет заплатить одразу, одиночасово альбо на протягу года. Важно означать, что до момента погашения растерминовки распоряджаться квартиры нельга, например, продать альбо подарить, тездать. Старается, что люди отмавляются от приватизации квартиры, потому что ее сумма сдается им завышенной. Что касается многочисленных обращений граждан о несогласии с оценочной стоимостью приватизируемого жилья, то хочу отметить, что в связи с этим главой государства подписан указ 21 января этого года, номер 25, который предоставил право гражданам, которые не согласны со стоимостью приватизируемого жилья, обратиться в специализированные организации, такие как БТИ, и за собственные средства провести независимую рыночную оценку такого жилья. И решения о приватизации будут приниматься по наименьшей стоимости, то есть либо рыночной, либо оценочной. У выпадку, когда гражданин проживает квартиры Державного жильевого фонда и не ожидает приватизирования ее, то с 1 червеня будет платить за ее аренду, а лез понижальным коэффициентам. Йонус Вудшаргу вызначается Абловы Конкамом по погоднению с Министерством жильево-коммунальной господарки. Стоимость жилья для данной категории граждан в коммерческом жилом фонде будет значительно ниже, чем для тех, кто на сегодняшний день заселяется в коммерческий фонд. Поэтому это также будет зависимо от стоимости от местонахождения. Безусловно, в городе Гомель это будет одна стоимость, в крупных наших районных центрах другая, а в сельских населенных пунктах и малых населенных пунктах это будет абсолютно другая стоимость. И еще, у выпадку невыплаты узносов договор приватизации будет скасованы. Дарыши адмова от заключения договору не вызволяют платы за корыстание жилым помешканям. Мясовые органы улады после 1 червеня пропонуют оформить новые экономичные относины. У выпадку неазгоды с переоформлением жилья на арендное, оплата за проживание у им выставляется все ровно, а алгоритм работы с неплательщиком вядомы. Але у адрознений от приватизованных кватер санкции больше жорсткие. Арендного жилья можно позбавиться при запозиченности термином не больше, как 2 месяца. Наймальника могут выселить без предоставления іншого помешканья. Подоходный податок на особные виды уклада треба будет платить в Беларуси. Норма уступить усилу с первого красавика. Она будет ищиться не у всех депозитов, а только рублевых, коли гроши пролежали у банку меньше як год, и валютных, коли меньше за два. Ставка податку складе 13%, и платить ей необходно будет только с процентов, и ке зарабил укладшик. Слово специалисту. Денежные средства, размещаемые населением во вклады, играют огромное значение для экономики страны. Банки используют их для кредитования субъектов хозяйствования и реализации важных социально-экономических программ государства. Во многих странах, таких как Соединенные Штаты Америки, страны Западной Европы, роль вкладов играет сберегательную функцию. Процентный доход там составляет 2-3%. В Японии и вовсе процент по вкладам составляет 0,2%. В Республике Беларусь ставка по вкладам в национальной валюте составляет сегодня порядка 25-30% годовых. Такая ситуация приводит к тому, что сроки размещения денежных средств во вклады становятся короче сроков, которые необходимы клиентам банков, чтобы вернуть кредит. Это вызывает дефицит кредитных ресурсов, их удорожание на фоне уже высоких ставок по кредитам и замедляет рост экономики. Например, если вы разместили в банку 1 млн рублев термином до года, поставцы 25% годовых, то, что месячный подоходный податок складе у сего 3 тысячи рублев. А кроме того, декретам вводятся так званые отзывные и безотзывные уклады, альбо депозиты. Это значит, что при заключении договора безотзывного депозита махчимость до терминового снятия уклада отсутничает, если только сам банк не согласится это сделать. Дорогие, доля рублевых укладов терминов до года в Беларуси сейчас складает 80%. При чем среди худших депозитов самый популярный термин – 3 месяца. Среди валютных укладов термин до года мают 60% сбережения. До речи, податки не будут брать процентов, которые банки наличируются на решетке по зарплатных картках. И опошние – новые правила не тучатся действующих укладов. А сейчас отправимся в виртуальное подорожье на Гомельский центральный рынок и у краму Росинка. Весной нужно поддерживать свой организм витаминами, тому сначала ознакомимся с ценами на садовину. Белорусские яблоки каштуют амаля однолькова. Колядь 14,5 тысяч за килограмм. В Киеве у краме зараз акцийный товар. Каштует без малого 21 тысячу. На рынку ж цены разные – от 22 до 40 тысяч. Бананы тонейшие на центральном рынке – 26-28 тысяч. Амаль – 30 у Росинцы. Апельсины на рыночных прилавках можно найти и по 25 и по 30 тысяч. У краме они по 31-300. Куды ж у звычайном здоровом рационе безгороднены. З ее классичных ассортимент у краме тонейший рыночный только капуста. И у сего на 200 рублев. Моркву, бульбу и цибулю, особливо при значном объеме закупки, набудем на рынку. Ну и где больше выгодно купить мясные продукты. За куриным филе отправляйтесь в Росинку. 20 тысяч розницы на килограмме – добрая экономия. Куриная чверть и грудка тут так само тонейшая. А вот яловичный и куриный фарш и так само свинину на косты купляйте на рынку. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дарыши розничный товарооборот у Гомельской в области селита у студене перевысил 3 триллионы рублев. Гэта прикладна на 3% меньш, чем было у налогичной месяцы летась. Звыш 85% товаров продалі у магазинах, а маль 15% на рынках и у гандлевых центрах. У разлику на душу насельництва розничный товарооборот у гэтым студене склау 2 миллионы 300 тысяч рублев. На 100 тысяч больше, чем год тому. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На гэтым сегодняшний выпуск завершенный. З вами была Марина Северьянова. До встречи. Прости день. Редактор субтитров А.Семкин